Револьвер Галланд М1868. В 1868 году известный французский оружейник Шарль Франсуа Галлан вместе со своим английским компаньоном Сомервилем получил патент на разработанный ими оригинальный механизм извлечения стрелянных гильз из револьвера. Извлечение гильз производилась при помощи укрепленного под стволом и рамкой револьвера рычага, который являлся частью предохранительной скобы. При опускании этого рычага вниз ствол и барабан сдвигались внутри рамки вперед. Почти сразу после начала движения экстрактор, помещенный в заднем торце барабана, стопорился, в то время как сам барабан продолжал поступательное движение. Истрелянные гильзы, будучи извлеченными из комор барабана экстрактором, просто выпадали наружу. Новые патроны вставлялись в барабан при выдвинутом экстракторе. А так как патрон с пулей был длиннее пустой гильзы, то они свободно доставали до комор. Полностью патроны входили в барабан тогда, когда его задний торец прижимался к щитку рамки револьвера, то есть при возврате в первоначальное положение. Первые образцы револьверов с оригинальным механизмом извлечения стрелянных гильз были произведены английской фирмой Брейндлин, Самовилл энд Ко и стали известны под обозначением Голланд Самовилл. В конце 1868 года Шарль Франсуа Голлан, работавший в Бельгии и Франции, наладил выпуск этих револьверов в Бельгии, которые стали известны как Голланд М 1868, револьвер Голлана образца 1868 года. Производство револьверов в Бельгии и стало основным. Револьвер Голлана имеет открытую рамку, подвижный ствол с барабаном и систему рычагов, осуществляющих передвижение барабана со стволом по оси барабана. Ударно-спусковой механизм куркового типа с открытым курком двойного действия. Стальной ствол с правосторонними нарезами имеет подствольный прилив для надевания на ось барабана. Ось барабана жестко соединена с корпусом револьвера и к переднему ее концу шарнирно прикреплен длинный рычаг, завершающийся изгибом, образующим спусковую скобу со шпорой. Питание оружия осуществляется из цилиндрического барабана с шестью коморами. На заднем срезе барабана расположены пазы, обеспечивающие его фиксацию при поворотах. Одновременная экстракция гильз осуществляется при выдвижении ствола вместе с барабаном вперед с помощью рычага. Прицельные приспособления открытого типа состоят из мушки удульного среза и целика в виде прорези на верхней части рамки. Рукоять револьвера образована двумя деревянными пластинами, скрепленными между собой одним винтом. Стальной выпуклый затыльник рукояти овальной с подвижно укрепленным кольцом для страховочного шнура. Галан производил револьверы под своим собственным именем, под патроны разных калибров, от 7 мм до 12 мм. Наиболее известными стали военные образцы револьверов под патроны калибра 11-12 мм. 11,5-мм револьвер Галана в 1971 году был принят на вооружение российского военно-морского флота под названием линейный абордажный револьвер, который также известен как Галант М-1870. Это оружие для российского флота производили бельгийские фабрики Галана и братьев Наганов, а также Туляк Гальтиков, по качеству изготовления револьвера российского производства намного уступали бельгийским образцам. Однако голлановский патрон центрального боя оказался слабым и вскоре револьвер Галана сменила более удачная система Смит-Энд-Вессон под более мощный патрон. Револьвер Галана также проходил испытания в английской и швейцарской армии. Однако на вооружение этих стран принят не был. Галановские револьверы выпускались и для коммерческой продажи. Гражданские револьверы отличались от военных образцов меньшим калибром и размерами. Кроме того, характерной отличительной чертой револьверов гражданского типа являлся круглый ствол, в то время как военные образцы имели граненый ствол. На гражданском рынке оружие наиболее известным стал револьвер Галант калибра 9 мм. Длина этого оружия составляла 229 мм при длине ствола 94 мм. Также в качестве оружия для охоты был создан револьвер крупного калибра Галант Спортсмен, также известен как Галант Спортс, отличающийся от базовой модели удлиненным стволом и складывающимся металлическим упором. Длина оружия со сложенным прикладом достигала 330 мм, а вес 1,3 кг. Хотя основным производителем револьверов Галана были бельгийские фабрики, он выпускался и в Великобритании фирмой Брейнлин – Самовил Энд Ко. Английская модель, известная под названием Галант Самовил, выпускалась, как правило, под калибры 380 и 450 и отличалась в основном укороченным подствольным рычагом, фиксируемым в передней части рамки защелкой. Кроме того, револьверы Галана выпускались во Франции. Французские револьверы, рассчитанные на использование патронов перина калибра 7, 9 и 12 мм, стали известны под названием Галант Перин. Считается, что револьвер Галант имел достаточно сложную и хрупкую конструкцию. Верхней планки и фиксирующего устройства рама не имела. Уязвимость конструкции отчасти компенсировалась тем, что патрон был не очень мощный и не давал сильной отдачи. Однако использование слабого патрона в свое время было воспринято русскими офицерами скорее как недостаток. Сам револьвер был признан неудачным и снят с вооружения России. В Англии это оружие также не получило популярности. Однако в Европе было выпущено достаточно револьверов этого типа. Технические характеристики револьвера М1868. Калибр 11,5 на 15,5. Длина оружия 254 мм. Длина ствола 127 мм. Вес без патронов 1000 г. Емкость барабана 6 патронов. Начальная скорость пули 183 м в секунду. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова